Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я работаю в Skyeng уже больше года. Онлайн-формат дает возможность использования всех ресурсов интернета, все под рукой, то есть есть любые видео, есть любые программы, и Вимбокс дает возможность все это интегрировать, в том числе собственные наработки. Сейчас у меня очень много позитивных отзывов от учеников, и это очень приятно. У меня есть ученики разных возрастов и профессий, это, безусловно, очень интересно. Например, у меня есть ученик-хирург, который после занятий смог поехать на конференцию в Индию. Ну, его уровень еще не позволял ему общаться на профессиональные темы, но, тем не менее, по приезду сказал, что чувствовал себя очень комфортно в таких вот бытовых ситуациях, да, организационных. К тому моменту мы вот только начали интермидиат. Потом, например, у меня была ученица, она актриса, и вот этим летом она поехала в Европу проводить мастер-класс по актерскому мастерству. Кроме того, я очень много преподаю тинейджерам, и тоже этим летом все мои тинейджеры успешно сдали ЕГЭ и поступили в желаемые вузы. Вот сейчас там учатся, продолжают заниматься со мной, и мы уже больше занимаемся тем, что они изучают в вузе, их уже профессиональными интересами. Бывает так, что во время урока возникают технические трудности. К примеру, вы не видите и не слышите ученика. В общем, здесь хочется тоже такой лайфхак предложить для преподавателей. Не нервничать, беречь нервы и просто договориться с учеником о переносе урока на удобное время. Попросить их поддержку, связаться с учеником и наладить все. Потому что, как правило, это бывает какой-то вирус или какие-то настройки в компьютере ученика. Вот с ними справиться преподавателю достаточно сложно, а техническая поддержка очень легко все наладит. И, собственно, следующий ваш урок пройдет без сучка, без задоринки. Какой у вас график? Ну вот сейчас дочке уже два года. Она ходит с утра в садик на три часа где-то. Поэтому я частично вышла на свою основную работу, делаю на английском апдейты российского законодательства для наших иностранных клиентов. Но все же, несмотря на выход на работу, я решила остаться в Skyeng, сохранить своих постоянных учеников. Потому что, ну, мне настолько вот понравилась работа в школе, что и вот общение с моими учениками, что мне прям не захотелось все это дело бросать. И, собственно говоря, я преподаю не очень много. То есть я беру один-два урока во время тихого часа, да, пока моя дочка спит. И еще, может быть, один-два урока вечером, когда муж с работы приходит и у него есть возможность посидеть с дочкой.